Драгоценные Они не, ну как бы, как сказать мягко, ну где-то мы не дотягиваем, ну хотелось бы нам так, но я заметил одно, у нас, как у верующих, Иисус Христос, Он больше не переизбирается, аминь, Он навсегда, Он, да, Иисус, Он навсегда, Его избрали однажды, я смотрю, читаю книгу, послание к евреям, и там написано, что даже священники, пасторы, да, И политики, общественные деятели, они выбираются людьми, но Иисус Христос, Он принял вечное священство, и дальше сказано, что мы можем в любой момент приходить и получать благовременную помощь, аминь, то есть, друзья мои, надежда, она не постыжает, это действительно, ну это благо для нас, мы можем в любой момент обращаться к Иисусу Христу, и мы знаем, что Он не посрамит свой народ, почему, потому что мы избраны для Его славы, и так я буду проповедовать сегодня, делиться словом, и на горе Божией усмотрится, и мы помним это местописание, и знаете, оно такое вдохновенное, вот, и даже, мне кажется, неверующие, они знают, они слышали, как Авраам, он принес своего сына на жертвенник, и мне нравится, написано, что там было сказано следующее, что Бог сам решил и проверить время, проверить веру Авраама, это его было решение, Богу не нужны были, не нужен был Исаак, Богу нужен был Авраам, он хотел посмотреть, и я верю, что, знаете, нам Библия говорит о том, чтобы мы с вами обращали внимание на Авраама, учились у него некоторым вещам, он отец веры, правда ведь или нет, это благословенный Божий муж, и Библия говорит, что он друг Божий, и Бог ничего не делает, не предупредив, я верю, что мы имеем благословение в Иисусе Христе, благословение Авраама, аминь, это так важно для нас, мы благословенные люди, и вы знаете, когда я молился, молился, и Бог мне проговорил следующее, я хочу, чтобы мы открыли, вначале это 55 глава, 55 глава книга пророка Исаия, и знаете, 7 лет назад, если можно посмотреть, ну, я не говорю, что сейчас это нужно делать, но я говорю, что это правда, 7 лет назад, это 2014 год, Бог дал мне слово, Бог дал мне слово, и из книги «Бытие», и вы помните эту историю о Иосифе, о том, что там сон ему приснился, и Бог начал поднимать Иосифа, и мы знаем, как это происходило, как его вначале братья предавали, как он оказался в яме, а потом в доме Патифара, а потом в тюрьме, а потом на троне, вы знаете, я верю, вот честно говорю, я верю, некоторые люди говорят, знаешь, я двигаюсь в помазании там Иосифа, а я верю по-другому, что мы все вот в этом помазании, иногда мы проходим жизнь, как Давид проходил, а иногда мы вот в помазании Иосифа, иногда мы находимся на троне, иногда в тюрьме, а иногда мы как Эсфирь, да, а иногда мы как Остинь, и вот, знаешь, и иногда как Иов, и вот есть какие-то периоды в жизни, которые Бог именно оставил в книге жизни для того, чтобы мы учились, чтобы мы принимали какие-то вещи для своей жизни и были способны пройти и прожить жизнь достойно. И Бог мне показал эту историю о том, что церковь, да, вот этот сон был, когда мы не будем тоже останавливаться на этом долго, что вот эти коровы там, да, тощие, потом толстые, одни других поели, да, но я увидел следующее, что Бог проговорил мне, что 7 лет с 2014 года, это будут годы изобилия. И вы знаете, для пастора это такое, знаете, облегчение, не надо каждый год ходить, я в своей церкви сказал, все 7 лет, братья и сестры, у нас будет изобилие, вы знаете, год просто изобилия, да, но как-то обычно каждый год, вот пастор получает слово от Бога, говорит, а у нас, говорю, изобилие будет. И вы знаете, в это время изобилия разные периоды жизни были, но дело в том, что я увидел, когда закончилось изобилие и наступили времена голодные, времена ненастья, это время для церкви, это как раз время, когда Иосиф распространился, когда народ Божий был спасен, когда настолько небеса были открыты, мы помним, что Бог вот, ну, сделал так, чтобы Иосиф там, вначале они там золото ему, серебром, потом земли, потом сами пошли в рабы, для нас это, возлюбленные, это время, когда церковь Божья, она будет кормить этот мир, кормить будет этот мир, я вчера смотрел и наблюдал на вечернем служении, как церковь двигается, ваша церковь, учебный процесс и для подростков, и для новообращенных, и для пасторов, и для служителей, что вы знаете, нам есть чем утолить жажду людей этого мира, у нас это уже накоплено, там оттуда нужно доставать, понимаете, в чем дело, и Бог не сказал, что это время, когда вы будете кормить, как Иосиф кормил, когда была действительно засуха, когда был голод, мы знаем, что не единым хлебом будет жить человек, но Словом Божьим, и сегодня церковь, она находится в преддверии вот этого, мы видим то, что происходит, но слава Богу, что Иисус, апостол Павел говорит о том, что Его имя, оно выше всякого имени, любого начальства, власти, господства, царства, любого, представьте себе, у нас есть с вами хорошие связи, аминь, у нас есть, и поэтому мы сегодня можем благословлять людей города Новосибирска, нашей страны, молиться, благословлять, в церкви есть все необходимое для того, чтобы принести ответ для нашего общества, аминь, поэтому Бог проговорил здесь, 55 глава и с 11 стиха мы с вами прочитаем, я буду немножко торопиться, вот, и вы меня тоже сигнализируйте, когда мне нужно будет остановиться, итак, 11 стих, с 11 стиха, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его, итак, что же за слово пришло для народа Божьего, и 12 стих написано, итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром, и горы, и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам, и в чем же будет состоять веселье, и дальше сказано, что время терновника, да, как здесь написано, время вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое, и возлюбленный, Бог вложил мое сердце, сказать вам следующее, что время терновника, оно закончилось, мы помним, я лично помню, где это растение, откуда я вообще первый раз о нем услышал, это как раз тот момент, когда Адам с Евой, они согрешили, вы помните, он говорит, когда проклята была земля, Библия говорит о том, что тернии и волчицы произрастит она, и будешь с трудом добывать хлеб свой, и Бог говорит, время терновника прошло, настанет время кипариса, время крапивы прошло, вы знаете, для меня очень понятно время крапивы, однажды мы поехали, я с Алтайского края, я с деревни, с глубокой деревни, я не знаю, назвать вам деревню, Кривое, не знаю почему, вот Кривое назвали, село Кривое, но я думаю, ну не могли назвать прямое, что ли, вот Кривое, назвали, и я заехал, мне казалось, такая деревня у нас была, крутая, ну все, мне казалось, это вот просто центр мира, но когда мы с сыновьями туда заехали, все в крапиве, все заросло, я люблю вот этих лошадей, там все, я на конюшню поехал, где я свое детство провел, там вообще ничего, камня на камне, как говорится, все разрушено, все крапивой поросло, так вот Бог говорит, вот это время, оно заканчивается, начнется время созидания, и здесь сказано, время кипариса, ну я думаю, ну у нас в Сибири кипарис не растет, ну я не знаю, может у кого-то на даче уже и растет, климат меняется, некоторые виноград уже начинают садить там, да, и у них все получается, но вот я не встречал кипариса, но я взял, загуглил и посмотрел, что за кипарис, что за мирт, и я начал смотреть, я смотрю, это удивительные вещи, друзья мои, кипарис это вечно зеленое растение, вечно зеленое растение, мирт это вечно зеленое растение, настолько оно издает ароматы и выделяет такую смолу, которая защищает его, вот знаете, он как будто вечный, и вот это как прообраз для народа Божьего, что мы, вот эта вот смола, вот это помазание Духа Святого, оно будет защищать нас настолько сильно, что никакие врата ада, они не одолеют его церковь, аминь, аминь. Если вы с этим согласны, тогда давайте пойдем, пойдем, мы же должны войти с весельем в это время, вот в это время, да, и может быть оно, и не может быть оно неспокойное, отчасти есть, мы видим, что происходит, но давайте посмотрим, чтобы Бог дал нам какие-то инструменты, это Слово Божье, и мы всегда принимаем его, почему? Потому что псалмопевец однажды сказал, и он говорит о том, что как горы окрест Иерусалима, так для нас Слово Твое, аминь. Пусть нас Слово защищает, пусть Слово и его принципы помогают нам возвышаться, да, быть просветающими, успешными людьми на этой земле, быть свидетельством славы Божьей, аминь. Мне так нравится у вас, я не знаю, я стоял, думал, стоял, поклонялся, и вы знаете, помните, раньше было в 90-е, этих, ну, алкоголиков, наркоманов забирали на реабилитацию, вот, я думаю, точно думаю, это, вам придется звонить, заберите своего пастора, у вас так хорошо в церкви, такое присутствие Божье, это благословение, аминь, 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 аминь. И давайте будем читать, итак, Бытие, Бытие, 22 глава, и из первого стиха прочитаем, и мы будем отрывки, я знаю, что вы все хорошо знаете это Слово, и на каких-то стихах мы сделаем с вами акцент. И вот здесь написано, и после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, вот я, я говорил уже в современном переводе написано, Бог решил проверить веру Авраама. Вот, он просто, это его решение вообще, это его решение, и он проверить решил эту веру. И вы знаете, и Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе. И вы знаете, ну, наверное, легко об этом проповедовать, но жить в этом, когда он 25 лет мечтал получить это обетование, и он увидел этого ребенка, и в этом ребенке он увидел тот ответ от Бога, то умножение. И вы знаете, это разная нужда может быть у нас, у кого-то это дети, у кого-то это разрушение какой-то нищеты, у кого-то это служение, рост и умножение человек молится, у кого-то, кто-то может быть молится за мужа или за жену, вот, я говорю, за детей, за что угодно, но есть эта нужда. И вот эта нужда, как будто бы, знаете, ну, она упорхнула от него, и Бог ему теперь говорит, иди, отведи его туда, на гору, на гору. И я начал дальше читать. И вы знаете, дорогие, я никогда не видел и не обращал внимания, здесь написано, что, ну, отрок, отрок, они-то жили тогда чуть больше нас, я так понял. И вот этому отроку было 37 лет, теологи говорят, богословы, 37 лет, то есть, это мужчина в рассвете сил. И я подумал, и я подумал, а бате, да, отцу его, Аврааму, было сколько, около 100 лет, да, я думаю, ну, чисто по-человечески он бы мог вот это направление, это изменить, да, или не сказать, «Батя, иди один туда, там, ищи кого-то, ну, кого ты будешь приносить». И я увидел здесь немного больше то, что вот, ну, написано так, и вот мы читаем невооруженным глазом, это было внутреннее соглашение. И Бог мне показал, что церковь, о которой Иисус говорит, что врата ада не одолеют ее, она строится на отцовско-сыновских взаимоотношениях. Друзья, это их был союз, да, он задавал вопросы, где жертва отец, как это будет, все, но его внутреннее, и я увидел, что для того, чтобы Бог мог распространить влияние свое через нас, через церковь, мы должны строить свою церковь, его церковь, не на каких-то, знаете, я сегодня слышал здесь о партнерских взаимоотношениях, но я свое вкладываю немножко в эти партнерские отношения и дружеские. Я вам хочу сказать, друзья, что не строится церковь на дружеских взаимоотношениях, на партнерских взаимоотношениях. Ты будешь идти как партнер, пока тебе это выгодно, и друг может оставить, понимаете, в чем дело. Но я увидел, что сын и отец, там нет каких-то, знаете, какой-то корости, каких-то своих интересов. И я уверен, что церковь, да, и те люди, которые мы сегодня смотрели, строят храм. Это сыновья, это дочери. Они строят и вкладывают, независимо от того, выгодно сегодня это, невыгодно это дом. И я уверен, вы знаете, вот эти вот отношения, и мы должны научиться в церкви, когда приходим, да, строить эти коммуникации, эти линии сообщения, да, чтобы они у нас были настоящими. И Бог немного нам открывает об этом. Он говорит о том, чтобы мы знали, что меньшее он благословляется большим. Младшие будьте послушны, да, и есть наставление для старших. И это для нас защита. И это для нас то, что никогда дьявол, да никто другой, не одолеет церковь. Аминь. И когда мы читаем первую главу в книгу Ефесянам, там возлюбленное написано, что Бог стал главою церкви. И он говорит о том, что он стал несравненно больше этих начальств и господств для одной цели. Для того, чтобы было благо для церкви. Посмотрите потом, ну, в современном переводе. Там так это открывается. Он говорит, все это он сделал для церкви. Но мы, в свою очередь, мы должны четко понимать о том, что Бог хочет нас поднимать, благословлять нас, чтобы мы имели настоящие христианские взаимоотношения в церкви. И поэтому я уверен, что, знаете, ни друг, ни партнер, он не позволил бы себя связать целями, задачами, тем видением, которое имеет церковь. Скажите на это Аминь. Я знаю, что вы в этом сердце своем, вы в этом уверены. И вы скажете, это точно. Ты можешь дружить какое-то время, да? Ты можешь быть партнером, пока тебе интересно. Но связать себя ты не позволишь. 37 лет мужику. Он бы двинул один раз Аврааму, и все, на этом бы весь этот, да, вот это все путешествие, оно бы закончилось, возлюбленные. Ну вот, но сын, дочь, они позволяют. Они берут ответственность на себя. Они берут на себя ответственность. Они поднимаются в эту гору. Но здесь я хотел бы тоже дальше, ну, продолжить с вами. И вот они приходят на эту гору, и написано, что все уже, ну, Исаак, он позволил себя связать этими целями, этими задачами. Он позволил это сделать, и он уже лежит на жертвеннике, и отец замахивается, да, и здесь написано 10 стих. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколать сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба, и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына своего, единственного твоего для меня. И знаете, возлюбленные, вот здесь очень важный момент. Вот это гора, да, и я понимаю, что когда вот Авраам шел со своим сыном, наверное, это время настолько было тяжелое для него. Вот эти переживания, как Бог, какой ответ, а почему надежда, ну, потеряла вот этот блеск, да, который он видел в своем сыне. Какое-то, может быть, разочарование. И это иногда с нами происходит. Согласитесь с этим? Иногда мы проходим какие-то вот эти этапы. И знаете, я хочу вам сказать, возлюбленные, когда мы поднимаемся в эту гору, или когда мы находимся у подожжей горы, мы взываем к Богу, мы взываем к Богу. Но тогда, когда мы пришли уже в Божье присутствие, когда мы строим взаимоотношения с Духом Святым, с Богом вообще, строим взаимоотношения, тогда начинает Бог говорить к нам. Написано, что тогда Он воззвал к Аврааму, и там дальше Он говорит, и там вторично Он воззвал к Аврааму. Мы должны понять, что наш Бог, Он не просто, ну, как мы поем, какая-то есть песня такая, Он не молчащий Бог. Он хочет говорить, но Бог, Он на своем уровне находится, и мы должны подняться, и это наше усилие, это наша часть этих заветных взаимоотношений. И поэтому, когда ты там на подножии, у подножия ноги, или когда ты идешь еще, да, и поднимаешься, поднимаешься, ты взываешь к Богу, твое сердце открывается. Или, например, мы сегодня поклонялись, поклонялись Богу, славили Его, но сейчас настает время, когда Бог начинает говорить, говорить. То же самое происходит в твоей тайной комнате, когда ты встаешь, когда ты встаешь на свои колени, когда тебя никто не видит там, и ты начинаешь пробиваться, подниматься на эту гору, когда ты приходишь и приносишь свои десятины, свои пожертвования, когда ты действительно уделяешь свою часть своих финансов на строительство Дома Божьего, ты вкладываешь, это твоя гора, это ты поднимаешься. Но знаешь, что за этим подъемом, на этой горе, Бог будет говорить к тебе. И там дальше написано, и вторично возвал к Нему Бог. Я хочу вам сказать, однажды некоторые люди говорят, я сегодня вдохновляю вас подниматься на эти горы, именно быть, находиться в этом служении, быть сыном, быть дочерью этого дома. Это очень важно, возлюбленные. Некоторые говорят, ну не знаю, вот как поступить, какое решение принять, там, от Бога это или не от Бога. Я хочу вам сказать, здесь написано, и вторично ангел Господень возвал к Богу. Один раз ты услышишь, Бог дважды тебе повторит, говорит псалмопевец, Библия говорит. Не бойся, когда ты поднимаешься на гору, Бог подтвердит свое решение, Он подтвердит. Ты не будешь просто, как знаешь, ну вот это вот жребий кидать, а может быть, а может быть так, а может быть так, налево или направо пойти. Бог будет говорить, поднимайся на свою гору. И вы знаете, что здесь дальше произошло? Когда эти вещи Бог обнаружил, Бог и Авраам, и сам Исаак, они обнаружили, что оказывается, Бог, это была проверка, да, это была проверка. Мы здесь читаем о том, что, 13 стих. И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавший в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Ага, вместо сына своего. Мы читаем с вами Новый Завет, и мы знаем, что вместо нас был распят Иисус Христос. Вы знаете, у нас этот овен есть. Но дело в том, что ты, не поднимаясь на гору, ты можешь слышать об Иисусе Христе. Ты можешь читать о нем, ты можешь размышлять о нем. Послушай, но его только ты увидишь. И то, что он сделал на горе, агнец Божий в его присутствии, в служении другим людям. Это важный момент. Возлюбленные, очень много люди знают. И все мы, наше общество, мы начинаем исчисление, да, 2021, 2021 от Рождества Христова. Все знают, все слышат. Но жизнь, ну там, где на этой горе это все усмотрится тебе, усмотрится твое благословение, усмотрится твое исцеление, умножение, благословение вообще во всякой сфере жизни. Это усмотрится через Иисуса Христа, агнца. И Библия говорит, что на горе Божьей усмотрится. На горе Божьей усмотрится. И мне так нравится вот это место, да, когда написано, что они увидели этого агнца, и Авраам пошел, он заколол этого агнца, принес все сожжения. И вы знаете, возлюбленный, очень важный момент. И я проповедовал вот эту тему, меня так сильно Бог в этом коснулся. И я проповедовал, и, наверное, где-то здесь я вот в этом месте остановился, да. Но потом, когда я проснулся и пришел в присутствие Божье, и Бог мне проговорил, ты знаешь, ты не все сказал. Я говорю, что такое? Ну, это общение, просто так не примите это слишком духовно. Ну, мы все общаемся с Богом на своем уровне как-то. И Бог говорит, ты знаешь, там есть хорошая новость для тех, которые были на горе, которые увидели восполнение своих нужд там на горе. Я говорю, в чем дело Господь? А посмотри ниже, и там написано, что, он говорит, а Милка родила на хору. И вы знаете, возлюбленные, когда мы спускаемся с этой горы, казалось, мы отдаем все. Как сегодня братья говорили, да, пасторы, они говорили, ты иногда, да, ты просто, ты понимаешь, что нужно отдать. Это вчера вот пастор Андрей говорил, да, он говорит, ты едешь на конференцию, ты понимаешь, ты будешь жертвовать там, ты отдаешь, ты вкладываешь себя. Или, например, ты в служении что-то, ты понимаешь, что у тебя есть свой недостаток, но ты это отдаешь. И казалось бы, ну вот ты отдал свою радость, да, Исаак, это в принципе, да, хохот, радость, да, переводится. И казалось бы, наверное, я решен. Но на самом деле, когда он спускался уже с горы, уже с горы, послушайте, атмосфера совершенно изменилась. И когда, казалось бы, все уже было, ну, казалось бы, все, Исаак, вся его радость, вся его жизнь была на жертвеннике, но потом Бог берет и просто берет и меняет. Что-то изменилось, и он говорит, хорошие новости пришли. И написано, когда он спускался, и возвестили Аврааму. Возвестили о чем? О том, что Милка родила на хору, и там дальше родословное идет. И там дальше такое движение началось. Послушайте, возлюбленные, когда мы приходим в Божье присутствие, мы спускаемся, мы получаем Слово от Бога, мы видим своего Агнеза, который запутался, то есть мы видим Иисуса Христа. И то, что сделано было для нас там, на кресте, мы принимаем это. Но тогда, когда мы спускаемся, мы уже не просто от Бога, когда Он взывает, но мы видим, что Его Слово начинает материализоваться, Его откровения начинают. Люди начинают говорить тебе хорошие новости, хорошие известия начинают приходить. И о чем ты думал, о чем ты мечтал, ты смотришь, это все открыто. Там пришло какое-то хорошее известие, там хорошая новость, там люди говорят, ой, а у нас на домашней группе Бог исцелил, а там благословил, а у нас столько человек покаяло. Вы знаете, это так вдохновляет, хорошие новости будут приходить от окружающих, от близких, от родных. Обязательно, вот поверите мне, что это начнет происходить. Аминь. Я хочу, чтобы вы это увидели, увидели здесь. Посмотрите еще раз, я все-таки прочитаю, что это слово, да, и написано здесь, Инарек, 14 стих, Инарек, Авраам, имя, место тому, Иегова, Иры, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Вот это для нас, как для верующих, нужно, чтобы мы это взяли. На горе, скажи, на горе. Это на горе, друзья. Вы знаете, вот некоторые, хотел сказать, бездельники, вот они все, а Бог усмотрит. Чего усмотрит Бог? Ты на горе был, тогда Он усмотрит. Если ты ничего не делаешь и просто оправдываешь себя, а я уповаю на Бога, Бог все усмотрит. Ну, позволь тебе сказать, что вот, ну не все же Он усмотрит, если ты не был в присутствии, если Бог тебе не взывал, если Он тебе не говорил, если ты не получал Слово от Господа, потому что, когда приходит Слово от Господа, приходит вера, вера освобождает энергию. Аминь. Вера позволяет нам великие дела делать, возлюбленные. Поэтому это очень важно. И здесь, смотрите, и вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на семя твое, семя твое. Мы сегодня поклонялись с вами. И вы знаете, я так верю. И Библия говорит, что в 8 главе, 22 стихе, там сказано, что впредь дни сеяния и жатвы, они не прекратятся, как день и ночь. И Бог мне показал, что Он вдохнул дыхание в лицо Аврааму и Адаму. И Адам стал живой душой. Послушайте, сей ни жатва не прекратится, в тебя и в меня Бог вдохнул. Есть там дыхание Божье внутри нас. Оно есть. И когда мы поднимаемся в Божье присутствие, там это все раскрывается. Он говорит, благословляя, благословлю семя твое. Я раньше не понимал. Написано, пророк Агея, он поднялся на башню, встал и слушал, что Бог скажет ему в нем. Послушайте, вот это семя Божье, Божье дыхание, оно есть внутри тебя и оно есть внутри меня. Он говорит, благословляя, благословлю семя. Мне нравится, как один проповедник, я не помню, честно говоря, кто это, но какой-то крутой проповедник, он достал, взял, налил из большого океана полстакана воды. Он говорит, посмотрите, вот в этом полстакане водички есть весь потенциал и все ресурсы вот этого великого мощного океана. Я хочу сказать, это в нас есть. Мы там куда-то идем, где-то что-то, хотим что-то в людях получить, да, потом где-то разочаровываемся, да, в этом. Но послушайте, возлюбленный, оно уже в нас есть, но это будет умножено, он говорит, умножу семя, да, умножу твой потенциал, умножу твою энергию жизни, умножу твои ресурсы, умножу твои возможности в присутствии Божьем на этой горе. Но дальше, дальше, и здесь говорит, 18 стих, и благословятся в семени твоем, в том, что в тебе есть. Благословятся в семени твоем, все народы земли, за то, что ты послушал глаза моего. И вот, и возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. После вот этих всех происшествий написано, Аврааму возвестили, сказав, вот Милка родила на хору, брату твоему сынов. И тут целый перечень движения началось, сильное, мощное движение. Это начнется у тебя на работе, это начнется дома, у тебя в церкви, на домашней группе, в любой сфере жизни. Бог пошлет Духа Святого, чтобы созидалось это. Хорошие известия ожидают тебя. И Бог, если у меня есть еще время, я хотел бы открыть другую сторону, возлюбленный, что нас, что нас может, может удержать от этого благословения. Давайте откроем 65 главу, это книга пророка Исаии, 65 глава. Я так не видел здесь раньше, но я верю, что это нам пригодится, это пригодится нам для этого времени. 65 глава, и мы будем читать с вами с 8 стиха. И здесь написано, так говорит Господь, так говорит Господь. Когда в виноградной кисти находится сок, то тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я. Вы знаете, мне нравится, у нашего Бога, у Него нету тени перемен. Он не меняется. Мы меняемся там в Его присутствии или вне Его присутствия. Но Он не меняется. Он вчера, сегодня и вовеки тоже. Он говорит, то же самое я сделаю для своих детей, для своих рабов, для своего народа, для своих слуг. То же самое я сделаю. Что сделаю? И Он здесь говорит. И мы знаем с вами с 5 главы Евангелия от Иоанна. Там написано, что, помните, отец-то виноградок, он выйдет и будет осматривать виноградник свой, да. И он будет смотреть, осматривать, осматривать. И если там ветвь найдется поврежденная, он говорит, я ее отсеку и выброшу. И мне Бог показал здесь о том, что Он говорит, не повреди кисти. В нем есть свое благословение. И я понимаю, что иногда ты смотришь на жизнь, к сожалению, на жизнь верующего человека. Как изюм. Почему? Веточка надломлена. Уже все, я сомневаюсь, а как это мы будем? А что будем? А вот такое время происходит. Я хочу вам сегодня сказать, переживать не надо. Мы сегодня обсуждали с вами этот вопрос. Иисус Христос переизбираться не будет. Он в веке тот же. Он всегда может оказать помощь. Поймите, одна единственная проблема, которая может произойти с народом Божьим, Иисус сам об этом говорит. По причине беззакония охладеет любовь. Поэтому Иисус всячески через Слово Свое, Он хочет поддержать нас. Говорит, первая любовь чуть-чуть остыла, возбуждай ее. Немножко утомился и перестал служить, начинай это делать. Теплым стал. Стань горячим. И он предупреждает, он говорит здесь, он говорит, повреждения. Я говорю, Господи, а как можно повредить? Он говорит, знаешь, мы сейчас живем вот в этом материальном мире. И помните, когда Иисус говорит о том, что, Он говорит, если ты хочешь свою душу сберечь, ты потеряешь ее. А если ты хочешь приобрести свой мир, ты повредишь душе своей. Возлюбленный, как мы можем повредить? Мы так хотим, чтобы вот это благословение, о котором здесь написано, Он говорит, не повреди ее, ибо в ней благословение. Мы прям хотим вот этот кран выкрутить на полную катушку, чтобы это благословение. Я дом хочу, я машину хочу, я то хочу, я здесь хочу взять, и в этом хочу преуспеть. Послушай, вот это может повредить кисть, в которой есть Божье благословение. Послушай, Бог делает все в свое время. Он говорит, все заботы свои возложите на Него, Он печется о вас. Вы знаете, мы так хотим бежать по жизни. Мы иногда такие ошибки совершаем, мы так торопимся, и потом впоследствии какие-то хватаем благословения, а Бог говорит, они впоследствии не благословятся. Послушай, чувствуй водительство Духа Святого, чувствуй время. Не торопись сильно, не повреждай. Не надо повреждать своей душе, включай этот кран, и ты хочешь, чтобы этот виноград он созрел. Я не знаю, сколько виноград там зрел, не за три месяца там, да, сезон, а ты за месяц его скороспелка. И ты вот прям хочешь все преуспеть, и ты вот на пролом несешься, и уже, ну, служение, не служение, не домашняя группа. Тебе же некогда, тебе же нужно бежать, ты вредишь. И Бог говорит, не повреди, не повреди, не повреди, потому что в этом есть благословение. И дальше Он говорит, и приведу, тут тоже очень сильно, девятый стих, и приведу от Иакова, и произведу от Иакова семя, от Иакова семя, возлюбленные. Это тоже очень нам это просто жизненно необходимо. Иаков это отец двенадцати патриархов. Мы знаем с вами, что у Иисуса было двенадцать учеников, и они стали апостолами. И Иисус сказал, что мы будем делать те же дела, которые Он делал, и мы больше этих дел сотворим. Но послушай, вот это так необходимо, Он говорит, и произведу от Иакова. Это как, ну, Библия же это, Ветхий Завет, это для нас книга образов. Мы должны это понимать. И Он говорит, от Иакова семя, и от Иуды наследника гор. Я уверен, что когда мы сегодня славили Господа, мы были на этой горе. Иуда, ну, только мне не в вашей церкви это говорить об этом. Это, ну, это про образ хвалы. Это с хвалою мы входим, да. Мы с любовью служим, с радостью служим, да. Мы рождаем своих патриархов. Мы заботимся о своей домашней группе, о своих близких, о своих родных, о том, чтобы они унаследовали спасение. Правда ведь или нет? Мы заботимся об этом. Мы рождаем этих людей для Господа, да. И с хвалою мы это делаем. Обязательно мы делаем это с радостью. Он говорит, служите Господу с радостью, с весельем сердца. И дальше сказано, Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. Вот жизнь, вот составляющая. Но дальше написано, да, и сказано, что когда эти есть вещи, две составляющие. Почему я говорю, чтобы подняться на эту гору? Почему я это соединил? Нам нужно служение. Нам нужно славить Господа, прославлять Его. И дальше он говорит, если это произойдет, он говорит, и будет сарон пастбищем для овец, и долина охор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. Я вам хочу сказать, что когда ты на горе, и спускаешься, и получаешь хорошее известие, послушай, устройство приходит. Он говорит, ну, мы же понимаем с вами, что этот текст был написан 600 лет до Рождества Христова. Ну, примерно где-то так. Вы понимаете ли? И тогда, он говорит, устройство в вашей жизни будет. Когда ты на горе, тогда все встанет на свои места. Когда Бог на первом месте, ты поклоняешься Ему, ты Ему служишь. Поверьте мне, Бог говорит, что придет устройство и для волов твоих, и для кого там еще, и для волов, и для овец. То есть все будет на своем месте. Будет устройство в твоей и моей жизни. Аминь. Но дальше он говорит, а вас, которые оставили Господа, забыли, что забыли? Святую свою гору. Он говорит, ну, они приходят, вот нам интересно. У нас в Краеугольном Камне такие прекрасные люди. Да, это замечательно. Я с вами полностью согласен. Но на этом все не останавливается. Есть любовь к Богу, есть крепкие взаимоотношения, над которыми мы будем всегда работать с вами, пока мы здесь на этой земле. Есть служение Богу, без которого мы не можем служить и любить Бога. По-настоящему. Правда ведь, Ильин? Он говорит, для тех, которые оставили, оставили Святую гору, гору мою, чем они, эти люди, занимаются? Написано, приготовляйте трапезу для гада и растворяйте полную чашу для Мэни. Я никогда не заморачивался, не смотрел на этих всех гадов и Мэни. Вот для меня Мэни Пакьяо, как бы, больший герой. Но когда я начал смотреть и молиться на эту тему, то здесь ссылка есть. И здесь говорится, что это божества, луны и солнца. Возлюбленные. И Бог говорит нам, да, те люди, которые на горе находятся, те люди, которые находятся в служении, у них есть устройство. А эти люди, они днем и ночью постоянно в бегах. У них постоянно день сурка. Они что-то хотят разбогатеть, но почему-то же беднеют. Вы знаете, они работают, как Библия говорит, но работают для дырявого кошелька. У них всегда времени хватает. У них всегда времени хватает. И еще что, он говорит, днем и ночью, и при луне, и при солнце. Гад это луна, а Мэни это солнце. Говорит, постоянная забота. Как помните, мудрый экклесиас, по-моему, он сказал, одному дает, говорит, благость, мир, пользоваться, и радоваться трудам своим, а другим только заботу дает. Вот это вот та часть людей, которые постоянно в какой-то беготне, некогда, говорят церкви, сегодня вечер поклонения. Мы встречаемся, мы молимся вместе. Ой, да вы что, мы так бежим. Мы настолько сильно, но готовы и ночью, и днем приносить эти жертвы этим гадам, этим Мэни. Возлюбленные, нам нужно это понять, и мы не должны, не должны повредить своей душе, приобретая свой мир. Поверьте, у нас свой мир у каждого. У кого-то он такой, у кого-то другой, но нам нужно остановиться. Нам просто нужно остановиться, да, познать его, и уже там на горе, видеть своего Агнца, видеть этого Овна, видеть Христа, и при том распятого, и видеть то, что Он сделал для нас. А Он сделал все совершенно. Так все есть. Там нет недостатков. Поэтому я сегодня, дорогие, ну, я говорю вам о том, что мы сегодня должны понять с вами, что Божье присутствие, гора на ней, на этой горе, на Божьей горе, все усмотрится, все есть, за все заплачено. Я уже вчера говорил об этом. Наш Бог, ну, настолько Он прекрасен. Настолько Он умен, наверное, неправильно сказать. Он мудрый. Он тебя и меня. Когда Он вдохнул это дыхание, Он за все уже заплатил. Вот иногда мы говорим, заплачено там, а я плату стою здесь жить, нуждать. Но когда я понимаю, и я нахожусь на горе, в Его присутствии, я понимаю, куда мне идти, куда мне сделать следующий шаг. Он все заплатил. Это и истина. Все есть. И поэтому, когда, может быть, сегодня ты проходишь, какие-то волны в своей жизни. Вот эти, помните, когда это происходило с этими учениками, учениками, когда они плыли. Я даже сейчас не буду, я уже понял, что Джерри вышел, что и надо заканчивать это дело. Вот. Но я, знаете, я хочу вам сказать, дорогие, помните эту историю, когда они переправлялись с одного берега на другую. И там написано о том, что Иисус Христос, Он задержался на горе. Он был на горе, Он там на горе был, Он общался с Богом, Он здесь, даже здесь, на этой земле, Бог нам показал пример, как нужно выстраивать эти взаимоотношения. И потом Он шел по воде. Ты знаешь, ты будешь идти по воде, по Слову Божьему. Это правда. Это правда. Мир настолько бушует, иногда наша лодка, настолько она вот, ну, качается, и эти волны бьют. Послушайте меня внимательно. Ну, когда Иисус увидели его, они закричали, они волновались, да, и Иисус увидел их, Он сказал, слушай, мало веры. И Он подал руку Петру, и они вместе зашли в лодку. И я вам хочу сказать, очень важно для нас, как для верующих, не только иметь веру, когда мы садимся в эту лодку и отправляемся. Что, какое содержание, когда мы на середине? Что в нашем сердце? Содержание нашей жизни. Иногда, знаете, когда-когда приходят какие-то вот эти вот трудные моменты в жизни, и ты еще не правился на другой берег, потому что мы видим, мы иногда так славим Господа, такое там собрание произошло. Пять тысяч, не считая мужчин и женщин, были накормлены. Такие сверхъестественные чудеса были. Потом они переправляются, и там вот эта середина, я хочу сказать тебе, не теряй своего лица никогда, не теряй веры. В любых ситуациях оставайся человеком Божьим. Бог вовремя подаст тебе свою руку. И они вошли. Я не знаю, я представил эту картину, мужик, который, да, всю жизнь занимался рыбалкой, он там, наверное, сколесил это море, а тут такой ветер, такой шквал. И вы знаете, мне всегда казалось, что он, знаешь, как будто он шел-шел, такой пощикал, вот как раз, ой, боюсь, боюсь, боюсь. А если он его оттуда, прямо из-под воды уже достал, там он перепугался, я думаю, ой-ой, они там все кричать начали. Так кричать. Я думаю, что мы тоже проходим какие-то моменты в жизни, так хочется кричать. И, знаешь, вот наше пожелание, да, давайте не будем терять своего лица. Бог, он всегда будет контролировать нашу жизнь. Аминь. Когда он будет на первом месте нашей жизни, все станет на свои места возлюбленные, все придет в действие, движение начнется. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня с вами молились. Давайте встанем, может быть, и помолимся, помолимся, благословим Господа. Вдруг, если что-то, какие-то вот эти волны, или, может быть, ты сегодня как раз как тот Абраам, который хочет, которому Бог говорит, слушай, тебе какие-то вещи мешают сегодня, и я хочу проверить тебя и проверить твою веру. И мы так иногда вцепились за этого Исаака, в эту жизненную радость. Мы говорим, ай, я не отдам, я не отдам, я не отдам. Послушай, но я сегодня говорю, сделай шаг веры. Богу не нужен, поверь мне, Богу не нужен твой Исаак. Бог не хочет забрать у тебя твою радость. Бог хочет благословить тебя, изменить твое сердце и умножить семя твое, умножить эту радость. И иногда нам нужно что-то отпустить в своей жизни и сделать шаг веры, чтобы наследовать обетование от Господа. Аминь. Давайте закроем свои глаза. Давайте, возлюбленные, помолимся. И может быть, я говорю, что действительно, ты сегодня, вот ты идешь по этой воде или поднимаешься на гору, но знаешь, там на горе тебя ожидает Агнец, который запутался волосами своими. Он ждет тебя, Иисус Христос. Он ожидает тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя. Иисус, ты вчера, сегодня и во веки тот же. И ты говоришь о том, что мы можем во всякое время обращаться к тебе, и ты дашь нам благовременную помощь. Я сегодня молюсь с братьями и сестрами. Бог, поддержи нас в нашем пути. Дай нам отпустить то, что мы должны отпустить, чтобы это было в нашей жизни умножено. Благослови нас, как дочерей и сыновей этого дома во имя Иисуса Христа, чтобы мы могли с радостью принимать ту ответственность, те задачи, те цели, то видение, которое имеет церковь во имя Иисуса Христа. Мы верим в Дух Святой. Ты с нами, и ты благопоспешишься, ты благослуешь нас, ты наполняешь нас, Господь, ты даешь нам Духа премудрости, ты открываешь нам себя, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы верим, что наша, твоя сила в нас, она умножается, твое дыхание, твое водительство, оно умножается в нас. Я молюсь, благослови церковь, благослови дом Божий во имя Иисуса Христа, и весь Божий народ скажет Аминь.